Поймал еврей золотую рыбку Пусть у меня во дворе появится нефтяной фонтан И туда соберется вся нефть мира Рыбка озадачивалась Слушай, мужик, может что-нибудь другое все-таки? Это уж очень напряженно Мировой экономический кризис Может война мировая случится? Тебе оно надо? Подумай Ну, в принципе, ладно Хорошо, сделай тогда, чтобы меня Сара слушалась Опа Так что ты там про нефть-то говорил? Что происходит, когда у нас получается все Мы хотим все и сразу И нету никаких ограничений Андрей Кураев говорил, что богословы нужны для того, чтобы Охранять проповедников от детской болезни Детская болезнь, ребенку дарит игрушку Он пытается понять, как она работает Разбирает, понимает, собирает И у него остаются лишние детали Так вот оно, Евангелие Есть там У некоторых проповедников В голове то, что они выкладывают Это все красиво, изящно Очень логично Но чего-то не хватает В Библии обязательно есть какой-то стих Который в эту систему не вписывается И таким образом это является точкой, которая может разрушить всю эту систему И я призываю к тому, чтобы не терять никаких точек И никаких мелочей И одна из самых горячих, противоречивых тем Это благодать и закон И что нам нужно? Роль ветхозаветнего закона в жизни верующих И я не собираюсь сегодня дать окончательный ответ на этот вопрос И я даже не скажу сегодня своего мнения по этому вопросу Просто давайте сюда посмотрим Потому что явные, вот эти вот явные противоречия Иногда содержат очень великие истины Некоторые из них имеют больше одного применения На самом деле они содержат залежи истины Которые раскрываются подобно луковице Когда ее чистишь Один вот такой вот шкурку мы сегодня Отковырнем и посмотрим Да, еще Что всегда, когда возникают споры Вы хотите за ним проследить Всегда надо отследить К какому конкретному К какому ракурсе обсуждается эта тема Поэтому мы давайте Во-первых Да, я хотел показать Лука 1 глава 5-6 стихе Обычно евангельские христиане Начинают говорить с аксиомы о том Что ветхозаветний закон выполнить невозможно Потому что если бы было возможно То как бы Зачем тогда было Господу Быть распятым Очень логично Загляните, пожалуйста, в Евангелие от Луки 1 глава 5-6 стих Здесь рассказывается Об отце Иоанна Предтечи Родители его Захария, жена его Елизавета Они оба были праведны пред Богом Поступая по всем заповедям И уставам Господним Беспорочно То есть Все-таки теоретически Это было возможно Да, даже в рамках Нового Завета И они это делали И надо вспомнить Что Захария был священником И он выполнял не только Те заповеди Которые по сниженным стандартам Там 10 заповедей Авторитетные в некоторых динаминациях Он исполнял И все остальные законы На которые якобы не делятся Вот ритуальный в том числе Давайте посмотрим Что происходит С людьми Когда они принимают Благую весть Вот в этом городе Мы прочитаем книгу Деяний святых апостолов 14 главу Город Икония В Иконии они Апостол Павел и его спутники Вошли вместе В иудейскую синагогу Говорили так Что уверовало Великое множество иудеев и элинов А верующие иудеи возбудили И раздражали против братьев Сердца язычников Впрочем они пробыли здесь Довольно времени Смело действуя Господе Который посвятил Благодать Благодать Повладевший ногами Сидел будучи хром От чрева матери своей Никогда не ходил Он слушал Говорившего Павла Который взглянув на него И увидел Что он имеет веру Для получения исцеления Сказал громким голосом Тебе говорю Во имя Господа Ишуа Мессии Встань на ноги твои прямо И он тотчас Скочил и стал ходить Так Давайте внимательно посмотрим Что здесь произошло Мы обратим внимание На то что не написано Если вы говорите На русском языке То вы имеете Крупный опыт В чтении советских газет Вы умеете читать между строк Давайте посмотрим Что здесь не написано В 8 стихе Не написано Что когда апостол Павел Пришел в Листру Он зашел в синагогу И там стал проповедовать Да Вот в иконе Он это сделал В Листре он этого Не сделал В другом месте Мы видим Что он по обычаю Своему вошел в синагогу И начал После Чтения Писания Начал там Излагать Евангелие Внимание В городе Листре Синагоги Не было И мы впервые Видим здесь людей Которые принимают Евангелие Не зная Закона Не зная Ветхома Завета Не слышали Они не слышали Это Чтение Туры В синагоге Происходит Явное чудо Павел видит Что в человеке Есть вера И Бог проявляет Свою силу Происходит Исцеление Давайте посмотрим Что происходит Дальше Народ Народ Увидев Что сделал Павел Возвысил Свой голос Говоря Палеоконски Боги В образе Человеческом Сошли К нам И называли Варнаву Зевсом А Павла Ермием Потому что Он начальствовал В слове Жрец Заидола Зевса Находившегося Перед Городом Приведя К воротам Волов И принеся Венки Хотел Вместе С народом Совершить Жертвоприношение Вы видите Реакцию Этих людей Они Не знают Не знали Закона До того Как Павел Им проповедует И они Приписывают Явное Божье чудо Тому Миропосрению Которое Они понимают Что есть Боги Там Зевс Аполлон Гермес И вот Это они Сделали Это чудо Но апостолы Варнава И Павел Услышав Осем Внимание Видите Апостолы Варнава И Павел Они Услышав Осем Здесь Дальше Вот оно Говорят В 11 В стихе Что народ Когда это Увидел И начал Это обсуждать Он говорил По-леаконски То есть Не по-гречески Павел И Варнава Этого Не понимают Этих переговоров Они говорят Что Боги В образе Человеческом Сошли к нам Итак Но апостолы Варнава И Павел Услышав Осем Разодрали Свои одежды И бросились Народу Гламогласно Говорили Мужик Что вы Это делаете И мы Подобные вам Человеки Благовествуем вам Чтобы вы Обратились От всех Сих ложных Богов Богу Живому Который Сотворил Небо И землю И море И все Что в них И дальше Идет проповедь И объяснение Пытаются Они сделать Всю эту Всю туру Сконцентрировать В два стиха Который В прошедших Родах Попустил Всем народам Ходить Своими путями Хотя Не приставал Свидетельствовать О себе Благодеяниями Подавая нам С неба Дождь И времена Плодоносные И исполняя Пищу И веселим Сердца Наших И говоря Сие Они едва Убедили народ Не приносить им Жертвы И идти Каждому Домой Между тем Как они Оставаясь там Учили Что еще Вот что еще Еще такой жест Что Павел и Варнава Они разодрали На себе Одежды То есть Это Жест Это то Что нужно Сделать Когда происходит Богохульство То есть Помните Один из Смертный грех Хулана Духа Святого То есть То что Делает Бог Люди Приписывают Это Ну не знаю В Евангелиях Вельзову Приписывают Это кому бы то ни было Другому Какому то другому Богу Это Богохульство И Варнава И Павел Будучи свидетелями Богохульства Они разрывают На себе Одежду Вот такая История Что Люди Когда Видят Что Видят Чистую Божественную Благодать И Не знают Какого то Фундамента Который есть В Туре В Ветхом Завете Принимают Благодать У них есть Склонность К болезни Что это Произошло Потому что Вот мои Старые Представления Вот они Сложились Одно На Другое Вот Мои Представления А вот Оно Чудо И так И вот С вот этим Опытом Происходит Накладка Еврейская Вера Не строится На чуде Она строится На знании Самого Бога Экстрасенсы Наоборот Сначала Делают Чудо А потом Требуют Взамен Веры Вот видишь Произошло Чудо Вот теперь Ты верь В меня И В этом Есть разница И так Мы видим О том Что это Один из Примеров Того Что Мы Читаем В Новом Завете Что закон Был Детоводителем К Христу К Помазанию И Очень трудно Прийти к Помазанию И И Испытать Божью Благодать Без Фундамента Который Записан В Туре И Пророках На прощание Сделаем Вывод Который Томас Мертон Сказал Такую фразу Что Если ты Нашел Бога Слишком Легко Возможно Ты нашел Вовсе И Не Бога Будьте Благословены Благодать 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 Благодать